Творчество Творчество это потрясающий источник вдохновения. Именно поэтому мы сегодня поговорим с вами о кино и театре. Потому что сегодня готовить вкусно я буду самим Костасом Марсаном. Здравствуйте! Спасибо, что пригласили. Я, конечно, очень редко готовлю, на самом деле, по великим праздникам. Но сегодня у нас будет вот такой предпраздничный немножко обед, получается, да? Ведь накануне Нового года же у нас передача. Ну что же, скоро начнём? Костас Марсан – известный якутский режиссёр и сценарист, который в своё время сделал настоящий кинопрорыв. Его работа вошла в лонглист фестиваля «Золотой глобус». Он не боится бросать себе вызов. Поэтому взялся за постановку целой театральной оперы по юкагирским мотивам. Также в 2020 году состоится общероссийская премьера мистической киноленты «Ичи». Расскажите, пожалуйста, что же мы сегодня будем готовить? Ну, так как накануне новогодние праздники, да, и надо, чтобы на случай прихода гостей у нас что-то было очень быстро и вкусно, мы приготовим стаканчиковый пирог и куриный крем-суп. Интересно. Давайте же скорее приступим. А почему именно эти блюда вы выбрали? Ну, потому что они самые простые в приготовлении. Их долго не надо заморачиваться. Дело в том, что на самом деле я достаточно редко готовлю, и нужно, чтобы для меня приоритет, чтобы было быстро и вкусно. И просто, да? И просто, да. Самое главное – вот эта вот простота. И так как у нас вот покупка как раз разогревается, мы начнем со стаканчикового пирога, да. Когда вы идете по магазинам, то старайтесь обращать внимание на акционные продукты, потому что именно они помогут вам сделать очень выгодные покупки. То есть берем вот такой вот обычный стакан сметаны, да, они такие продаются, и они же и станут для нас все ингредиенты, мерным стаканчиком вот для всех ингредиентов станет вот эта наша сметана, да. А где вы вычитали такой интересный рецепт? Я вот в первый раз слышу о стаканчиковом пироге. Ну, мне однажды его показали, как готовить, и с тех пор все очень просто оказывается, да. Вот, помогите, пожалуйста, да, сначала нужно вот все содержимое в отдельную емкость, но при этом стаканчик этот не выбрасываем, потому что он нам понадобится. Ой, как все очень экономно. И самое классное, что грязной посуды нет после этого. Да, и это тоже немаловажный факт. После того, как мы перелили сметану в отдельную емкость, потом мы берем этот же стаканчик и сюда 3 яйца разбиваем. Так, и вот прикольно, да. Тут должно вместиться ровно 3 яйца. Так, их не надо перемешивать, то есть надо просто добавить. Перемешаем потом. Все? Ага. Так, все поэтапно. Теперь 2 стаканчика сахара. Вот сюда, пожалуйста. Так, 2 стаканчика сахара. Давайте я добавлю. Лучше я буду это делать ложечкой, чтобы все было аккуратненько. Я знаю, что вы стояли у истоков телепроекта «Новый день». Да, было такое. Да, как так получилось, что с телевидения вы вдруг резко перекочевали в кино? Кино я люблю смотреть. Кино я люблю. И когда в 2003 году представилась возможность поступить на высшие режиссерские курсы в Москву, то я вот как-то решил резко сменить деятельность с телевидения на кино. Тем более, что там брали с опытом работы в кино или в телевидении. Ну, я так, знаете, как-то вот из суеверия никому не сказал, что вообще поступил. Я потихоньку вот во время отпуска поехал в Москву. Ну, предварительно сдал документы. Меня приняли, мои работы посмотрели и пригласили на уже второй тур, да, на личные собеседования. И я во время отпуска поехал туда, в Москву, буквально на три дня всего лишь. Переговорили и приехал в Якутск. И пока еще не говорил о результатах никому, потому что сам не знал, да. И когда ко мне пришло письмо, что вот вы поступили, я как-то так всех поставил перед уже совершившимся фактом и уехал. По-моему, никто ничего не понял, но... Ничего себе, ваша новая жизнь, она началась так незаметно, но в то же время резко для вас. Да, и, наверное, даже для меня самого это было очень быстро, потому что я не сразу влился вот в эту вот резко изменившуюся. Ну, Москва, все-таки, да, какой-то вот абсолютно другой киномир, абсолютно другие правила, чем в телевидении. Но при этом вот эти три года были очень-очень интересными. Да, возвращаясь к первого года. Теперь вот мы как раз это вот все и перемешиваем венчиком, да, то есть предварительно вот так вот перемешиваем. То есть получается у нас два стакана сахара, три яйца и вот такой вот стаканчик сметаны. Сметанки, да, сметанки, ага. И это все? Нет. То есть до однородной массы, чтобы они вот немножко вот перемешались. Теперь вот сюда два стакана муки. Именно прям два стакана. А если, например, вот как у любой хозяйки бывает, что хочется прям на глаз что-то добавить? Ну, в принципе, конечно, уже в рамках вот этого можно импровизировать, да? Потому что я вот добавляю какао, мы потом добавим, да? Это уже, так сказать, мое ноу-хау, можно сказать, потому что сам стаканчиковый пирог, он классический, он не предполагает какао. Но если добавлять какао, то он превращается в такой очень вкусный шоколадный торт. Расскажите, а вот что чувствует человек, который сделал такой огромный прорыв для якутского кинематографа, да, будем откровенны, и чья работа номинировалась на «Золотой глобус»? Надо работать дальше, да. У нас вот как раз следующий фильм должен выйти. Уже фильм в жанре хоррор, ужасы. Он называется «Итчи». Кстати, ты любишь фильмы ужасов? Я, если честно, мне очень страшно, да, и вот когда я видела, ой, вот, я видела трейлер, и мне было немножечко страшно. Все-таки мы якуты немножечко так боимся, да, вот прикасаться к таким вот страшным вещам, разговаривать о них открыто, а тут вы их снимаете. Но тем не менее же мы же любим вот такие рассказы, то есть вечером собираться, ага, немножко прервемся, да, а теперь нужен разрыхлитель, да? А сколько вот его нужно будет добавить? Совсем чуть-чуть, да? Чуть-чуть, ага, чтобы вот буквально, у нас же два стаканчика, да, то есть вот половинку, наверное, достаточно будет. Вот, и тоже вот все это просеиваем, и тогда пирог получится очень таким воздушным. Нежным, мягким. Нежным, мягким, да. Примерно 2 чайные ложки разрыхлителя было добавлено, поэтому, если что, хозяюшки. Да, и после этого уже перемешиваем, да, вот так немножко до однородной массы тоже доводим. Ага, а, и еще теперь следом нужно добавить ванилин, ванильку. А вот, ванилин. Да, ванилин, да, ванилина можно не жалеть. Чем больше будет, тем лучше. Тем лучше, да. Ну, думаю, что тут сколько там, столовая ложка, да? А ванилина, да. Ну да, где-то примерно. Где-то примерно так, да, столовая ложка. Ну, в общем, берете пачку ванилина и полностью ее все практически добавляете на глаз. Да, и теперь еще какао последнее. Так, какао, вот. Да. И сколько какао нужно добавить? Ну, давайте две столовые ложки, чтобы вкус был очень-очень таким настоящим, шоколадным. Да, нужно вот так. А можно, например, взять и горячий шоколад расплавить и его добавить? Нет, лучше нет. Лучше не надо, да? И уже, видите, вот запах шоколада. Да, давайте покажем, как это все получается. Смотрите. Вот, смотрите, как это все получается. Вот, то есть, вот такая вот масса у нас. Однородная, ага, должна получиться. Красота. Ароматы какие-то шоколадные прям вообще. И очень просто. Кстати, вместо сметаны еще можно использовать йогурт обычный, тоже стаканчиковый, да, без наполнительного желательно. То есть, есть, сейчас у нас очень много вот этих вот йогуртов с всевозможными ягодами, да, орехами. А на самом деле вот для этого пирога очень хорошо подходит простой йогурт без наполнителя. Вы прямо обожаете десерты, мучное. О, это я очень люблю, да. Я вот почему-то на сладости меня время от времени очень сильно тянет, да. Поэтому, чтобы не разориться на них, мне пришлось научиться готовить свой вариант десерта. Вот. А когда у вас будет премьера-то фильма, кстати? Я сам не знаю, честно говоря. А как это? А почему? Ну, на самом деле фильм готов, да. Но сейчас у нас идут переговоры с несколькими фестивалями. Ну, сначала, ну, по правилам, да, все идет. Сначала фестивальная премьера, и после этого будет уже выход на широкий прокат. А вот насчет вот того вопроса, возвращаясь, да, не страшно ли мне? На самом деле нет. Потому что все-таки это часть нашей культуры, это все-таки часть вообще, ну, вот такие вот представления о мире, да, о том, что он наполнен какими-то сверхъестественными существами, это же намного древнее, чем наша современная культура. И оно как бы сидит в нашем подсознании, где-то вот в архаической части мозга и реагирует на все, что как говорится, нас пугает, да, на самом деле. И отрицать это, я считаю, бессмысленным, потому что в любом случае, если это часть нашего мировоззрения, часть нашей психики, да, бессознательной, то с ним тоже надо уметь работать. его тоже нужно уметь, ну, как-то проявлять, да. И я считаю, что фильмы ужасов на самом деле, они намного пластичнее, что ли, как жанр, потому что вот в рамках вот именно этого жанра допустимы любые эксперименты, киноэксперименты. Потому что если мы возьмем романтический фильм, да, либо комедию, либо там какой-нибудь там боевик, то там все понятно, да, то есть все должно быть так, потом идет развитие и развязка, да, обычный хэппи-энд. Да, они вместе. Да, а вот в фильмах ужаса, хороших фильмах ужаса, там ты до конца не знаешь, что тебя ждет. То есть там можно вот действительно взять вполне себе стандартный сюжет, но потом его повернуть так, что все ахнут. Давайте тогда возьмем, да, какой-нибудь там пример. А вот какой фильм ужасов последний ты посмотрел, который тебе понравился? Ну, наверное, что-то связанное с Кубриком, ну вот, Сияние. Сияние? Да. Последнее? Да, это последнее, что я посмотрела, и первое вот недавно, то есть у меня, ну, был такой интерес, я решила посмотреть. Вот, и в принципе мне понравилось очень. Понравилось? Тем более связано столько теорий интересных именно с этим фильмом. А, ну, Луна там, да? Да, 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 все это. И прочие вот эти вот психические отпадения. Да, вот есть такой вариант фильмов ужасов, да, а есть еще очень интересный вариант, когда вообще очень редкие бывают, вообще если вот проследить за историей развития жанра, то там как только не экспериментировали, были фильмы ужасов, когда ты смотрел на мир глазами сверхъестественного существа. То есть мы привыкли же, да, что обычно в фильмах главные герои – это люди. Да. А тут вот есть такой очень хороший южноафриканский, кстати, фильм «Дьявол песков». Так вот, там вся история рассказывается с точки зрения некого демона, которому там больше четырех миллионов лет, и он бродит время от времени по земле, и вот мы наблюдаем вот за его историей. А вот вы, как режиссер, цель ваших фильмов – напугать зрителя, чтобы он испытывал страх, или же что-то другое? Нет, наверное, скорее всего, не напугать, а заставить задуматься. Потому что на самом деле, да, ну, как сказать, 99% фильмов, они построены таким образом, что убеждают нас в том, что мы живем в таком добром, гармоничном, справедливом мире, ну, там, бог наверху, да, дьявол внизу, и что все это вот так очень упорядочно, сгармонировано. И есть, конечно, небольшие диссонансы, но они такие временные, да, потом все равно наступает КТН. А фильмы ужасов, они интересны тем, что они задают вопрос, а может, это все иллюзия, что мы живем в таком гармоничном, как бы, слаженном, понятном нам мире, да? Вдруг это вот просто вот некая оболочка матрицы, за которой начинается абсолютно настоящая жизнь. Как интересно, мне кажется, я пересмотрю свое мнение по поводу ужастиков, потому что раньше они у меня вызывали только страх, и лайфхак для тех, кто боится ходить на них в кинотеатры, не закрывайте глаза, закрывайте уши, потому что звуковые эффекты намного страшнее, чем видеоряд, вот так скажу. Ну, конечно же, тут речь не обо всех хоррорах, да? Конечно, очень много стандартных вполне себе, да, где, ну, как обычно, некая компания подростков куда-то отправляется, в конце все погибают, только одна добропорядочная девушка выживает, да? Ну, таких очень полно, и они как бы ничего не добавляют, они не заставляют задуматься, они просто вот пугают вот этими звуком, да, громким, и все. А вот как раз-таки сияние, оно вот заставляет задуматься. Да, сияние действительно заставляет о многом задуматься. Ну что же, я вижу, что уже пирог почти готов. Да, вот такая вот должна получиться однородная масса, и теперь мы берем форму, да, надо немножко смазать растительным маслом, ой, извините, я забыл, тут надо тоже растительное масло добавить. Давайте добавим, ничего страшного бывает. Да-да-да, бывает, но как бы я выбросил же уже эту формочку, что делать? Ну, давайте импровизировать. Да, давайте импровизировать, да, что я сама, как говорится, мы примерно вот такого же размера, да? Тоже такой же стаканчик, то есть чем удобно, да, вот это вот стаканчиковый пирог, это тем, что вот все ориентируемся на этот стаканчик, который у нас есть, и мы просто вот... А это немного растительного масла? Нет, я тоже сначала думал, ой, как так-то, почему вот все так много, да? А потом, когда все это готовишь, и все это превращается в такую, ну, очень вкусный десерт, то сам удивляешься, что как же люди когда-то могли додуматься до такого? Для меня вообще поварское искусство, да, это сродни какой-то магией, что ли, да, потому что продукты и продукты, да, а вот сочетаешь их как-то, и получается нечто... Ну, мне кажется, у режиссера что-то схожее, потому что есть актеры, есть сюжет, то есть есть персонал, да, съемочная команда, и все это надо как-то смешать так, чтобы получилось очень вкусно, красиво, и у зрителя было потрясающее послевкусие после просмотра. Иногда, когда ходишь по магазинам, хочется купить что-то новенькое, что-то попробовать интересненькое, и в этом может помочь наша следующая рубрика, которая называется «Продуктовая корзина». Смотрите! Всем привет! Меня зовут Ализана, и я сегодня хочу рассказать о продуктах, которые я часто покупаю в магазинах. А так как я с самого детства занимаюсь танцами, выступаю, часто выхожу на сцену, мне необходимо следить за своей фигурой, поэтому мне очень важно, чтобы продукция была и полезной, и вкусной, чтобы отдавала мне много энергии. Поэтому сегодня наша корзина получится в какой-то степени диетической. Каждое мое утро начинается с хлопьев, то есть мне очень важно, чтобы варка не занимала у меня более пяти минут, то есть тут написано 10 минут, но я говорю 5 минут. Я не добавляю сахар, не добавляю соль, не добавляю масла, то есть просто банан, хлопья и все. Я предпочитаю кушать рис, чем макароны, картошку, потому что я сама, как истинный китаист, я сама изучала китайский язык, окончила, сейчас работаю по специальности, много раз ездила в Китай, и, наверное, вы знаете, что китайцы очень обожают рис, это как какой-то степени заменитель хлеба для них. Я предпочитаю круглозерный рис, а еще я люблю добавлять в еду соевый соус. Я иногда использую его вместо растительного масла, то есть жарю мясо, морковку, тоже лук и так далее. Дает такой дополнительный вкус, она очень насыщает блюдо. Конечно же, не советую перебарщивать, да, не каждый день пользоваться, потому что, ну, как мы все знаем, что соевый соус не такой ужин полезен для здоровья, но иногда стоит попробовать. Я предпочитаю куриное мясо. Допустим, пришла после репетиции домой, быстро сварила, приготовила, покушала. Во-первых, мне кажется, курица имеет больше белка, она очень вкусная, быстро варится, жарится. И еще курица в духовке – это просто что-то с чем-то. Я просто обожаю. Мажу майонезом, кладу туда помидоры, сыр, лук и просто маху. Конечно, я, как любая девушка, не отказываю себе в вкусняшках. Допустим, сегодня мой выбор становился на тарталетках клубничных. Кроме банана, я еще обожаю клубнику. Вот банан и клубника – это мое все. Ну и какой же прием пищи без помидорчиков и огурчиков? У меня так таковых секретов нет по выбору помидоров, я просто выбираю их по виду, по красоте. Ага. Выберите два помидора. И огурчики. Они должны быть средними и опять же красивыми. Вот. Солю, перчу и отличный перекус. И яблочки. Тоже никаких секретов нет. По красоте выбираю. Но обязательно должны быть красного цвета. Не знаю почему, мне кажется, они более сочные и вкусные. И тоже как бы после тренировок или до тренировок отличный перекус. Ну что ж, наша продуктовая корзина получилась достаточно легкой, диетической. И я очень надеюсь, что вам понравилось ходить со мной по магазину и вы узнали что-то новое. Вот, кстати говоря, да, сейчас я занимаюсь же оперой. Да, я знаю. Это совершенно, как говорится, абсолютно другая сфера. И как-то так я вот резко туда попал. Тем более это даже не театр, это опера. Это абсолютно условный мир, да. То есть так жизни же не бывает, чтобы мы все время пели. А тут музыка тебе, все поют вместо слов. Очень интересно, потому что ты начинаешь открывать для себя какие-то абсолютно другие методы работы со зрителем. Раньше я думал, да, что, ну что это театр, один общий план стоит и все, да. Нет. Оказывается, вот даже в опере можно монтировать пространство, как тебе захочется. Ну, как в кино, да. Вот в кино есть крупный план. Мы можем как бы показать только крупный план, все остальное не показывать, да. А тут как ты уйдешь? Театр, большой общий план и ничего не меняется. Но на самом деле в опере интересно тем, что ты управляешь вниманием зрителей с помощью музыки. И с помощью арий, дуэтов, хора. То есть, ну, я для себя как решил, да. Ария – это крупный план, дуэты – это средний план, а хор – это общий план. Да, общий план. Интересно. А вот почему была выбрана именно юкагирская легенда? Предстоящий год у нас объявлен годом коренных народов. Вот. И плюс еще в девятнадцатом году юбилей Николая Курилова, знаменитого юкагирского художника, писателя. И вот именно по его поэме «Черная морожка» и написано либретто для этой оперы. Мы его переименовали. Он будет называться «Гюко и Аннеке». Ну, это как юкагирские «Ромео дюлленты». Здорово! Там тоже есть два враждующих рода, два молодых человека, которые влюблены. И Николай Михеев, композитор, написал очень красивую музыку, очень красивые там арии. И я думаю, что зрители получат огромное удовольствие. Несмотря на то, что там присутствует и страсть, и убийство, и месть, и мистика, и шаманизм, и призраки. То есть вот полный набор. То, что вот в большой опере надо, все присутствует. Но вы свой вклад все равно такой мистический немножечко там сделали. Да, мы немножко изменили финал, да, никак в либретто пошло. Но при этом, как сказать, мистическую составляющую, да, мы добавили. Теперь нужно вот, да, вот. Вот такая у нас получилась заготовочка. Итак, смотрите, вот все мы добавляем. Да, все буквально вот равномерно, чтобы оно, да, заполнило все пространство. Потрясающе. Знаете, я обожаю эту лопаточку. Почему? Потому что она вот так вот берет, например, все остаточки. Ага, и ничего не оставляет. Да, и ничего не оставляет. Как экономно, как хорошо, как удобно. Да, тут можно было бы очень-очень долго все это стоять, делать. А тут такая лопаточка, оп, и все. Все мы добавили, и это отправляется в заранее разогретую духовку. Да, на 180 градусов. Отправляем немножко. Так, осторожненько. Ой. Опа. Все. И оставляем на сколько минуточек? Минут на 35-40. Ну, мы будем все время следить за этим, да, чтобы... Хорошо. Это вот, получается, вы узнали, что к вам едут гости, быстренько это сделали, поставили в духовку, и теперь принимаемся за суп. Суп делается еще быстрее. Итак, мы отправили наш вкусный пирог, я уверена в этом, потому что там столько ингредиентов. Отправили уже в духовку, и сейчас мы приступим к готовке крема супа. Да, крем-суп. Вообще, крем-супы, они очень быстры для приготовления, они не требуют вот каких-то там особо сложных действий, да. Ну, самое главное, просто отделить филе от костей, да. Вот. И нужно будет измельчить лук, да, почистить кабачок лук, а далее посмотрим. Хорошо. А вот, допустим, вы говорите о том, что вы немножечко изменили финал, да, в своем, ну, в постановке. Каково это вмешиваться в творческую сюжетную линию? На самом деле опера, она тем интереснее, да, что там же нету вот какого-то абсолютно жесткого драматургического каркаса, да, там все-таки эмоцию диктует музыка, а эмоция, она всегда сильнее разума, вот. И поэтому там мы не сильно, конечно, меняем, да, там ничего такого вот сверхъестественного невероятного не происходит, просто по настроению музыки можно предположить и трактовать происшедшие события то так или иначе. Вообще сейчас оказывается в оперной режиссуре пошла такая волна, когда берут старую какую-то оперу и интерпретируют ее совершенно по-другому. То есть находят в этой музыке те смыслы, которые интересны и актуальны в наше время. Вот опера «Дон Жуан», да, там же про мужчину, который там имел много-много-много женщин, да, и всех бросал, всех делал несчастными. Так вот, в этой опере взяли и перетрактовали его так, что он сам оказался объектом манипуляции. То есть им все играли, и на самом деле не он был соблазнителем, а все эти вот женщины с ним играли, строили из себя жертв, да, потому что им было так удобно. А в конце, вот когда «Дон Жуан» убивают, это на самом деле вот все плоды вот этих вот интриг этих женщин, которые его завлекли вот в такие сети, заставили поверить, что он их соблазняет, и в итоге вот бросили. То есть вы говорите о том, что творческая личность, она может интерпретировать что-то имеющееся, и в принципе это возможно, потому что это творчество. Пока у нас здесь все в процессе, посмотрите маленькую, коротенькую рекламную паузу, после которой мы продолжим. У нас есть композитор, живой, Николай Михеев. Дело в том, что когда я в Москве сказал, что вот меня приглашают в Якутск ставить оперу, они все так удивились, оперу? Я говорю, да, ну вот мы с композитором еще три года тому назад работали над либретто, и они такие, композитор жив? Я говорю, ну да, жив, конечно. Это же так хорошо, что композитор жив, что он живой. Я тогда и не понял, конечно, да, я говорю, ну да, хорошо, что Николай живой. И тут, вот поработав над либретто, я действительно понял, как же хорошо, что композитор живой, чтобы к нему можно обратиться и сказать, знаете, вот, а давай вот здесь немножко расширим, да, а может вот это вот сократим, а давай вот финал немножко там добавим этого и этого, и ты, работая с композитором, действительно создаешь некую, ну то есть более законченную версию создаешь, и это как раз-таки очень хорошо работает именно на общее впечатление от оперы, то есть делает историю более законченной. Ой, так, мы что-то заговорились, да, а на самом деле надо было уже давным-давно ставить кипятить воду. Просто вот мы отделили филе от костей и отправляем. То есть не надо дожидаться, пока вода вскипит? Она вскипит вместе с филе. Ага, так, я добавляю сюда лук. Это туда, да, с маслом. А, то есть сначала? Да, сначала масло. Хорошо. Растительное. И немножко панируем лук до золотистого цвета. Хорошо. С чесночком. Так, я сейчас сначала все нарежу, я так не могу, мне все сначала, чтобы нарезать, а потом я в суете буду нарезать, ничего не успею. Это же все-таки плита быстрая-быстрая. На самом деле тут, что удобно, да, не нужно красиво нарезать. То есть произвольными кусками, большими, ну, главное, чтобы они сварились потом в воде. У нас все просто, потому что это все будет пюрировано с помощью блендера, все превратится в единую очень вкусную массу. Как и любая хозяйка, я, конечно же, хочу сэкономить побольше денег, когда иду в магазин. И это меня безумно радует. Поэтому старайтесь обращать внимание на товары со скидкой и, конечно же, на желтые ценники. Скажите, а чем, по вашему мнению, отличается кино от театра? Кино, оно все-таки больше зависит от реальности. То есть мы в любом случае работаем с реальностью, показываем реальность. Конечно же, это интерпретации реальности может быть разной. Кино тоже бывает разное. То есть там можно, вот как фильм «Догвиль», все снять в черном павильоне, вместо домов нарисовать этим мелом. Мелом, да. Улицы, дома. Да. Но это уже больше пространство театра начинается. А театр, вот именно он весь на условности. То есть там ты можешь стоять в пустом пространстве, а потом просто опустится какая-нибудь там лампочка, и это уже дом. Изменится освещение. И в этом плане я открыл для себя, что у театра на самом деле больше таких пластических возможностей, и ты там как-то быстрее доверяешь условности. И несмотря на то, что, например, мать исполняет молодая актриса, а сына, скажем, парень гораздо старше ее, все равно в это веришь. Потом это вот погружаешься, ты допускаешь, что это некая театральная условность. В кино это, к сожалению, невозможно. То есть там сразу будет видно, что молодая девушка исполняет роль матери. Ну, если только это не фильм «Назад будущее», да, где это все как-то оправдано тем, что он попал в прошлое и встретился со своей молодой мамой, то такие приемы, конечно, в кино не пройдут. А вот в театре, пожалуйста, это очень в этом плане удобно. А в оперном театре, если ты в кино делаешь какой-то кастинг еще, да, то есть ты смотришь, например, там, ну вот эта вот актриса подходит, этот актер как-то вот, ну, хороший, но внешне не подходит, то в опере все же пишется для голосов, да, то есть там роль для сопрано, роль для тенора, роль для баритона, роль для баса. И в итоге вот какие вот голоса есть, с такой фактурой ты и работаешь, да? А, то есть выбора нет практически, да? Ну, на самом деле, мне, наверное, немножко повезло в плане того, что практически все персонажи очень хорошо соответствуют. Вот по голосам подобранные, назначенные, они, в принципе, очень хорошо подходят под свои образы, да, роли. А что бы вы сняли или что бы вы поставили, если бы у вас был неограниченный бюджет и возможность пригласить абсолютно любых актеров? Ну, мне кажется, что вот огромные бюджеты, они, наоборот, тебя очень сильно ограничивают. Наоборот, да, потому что если вот огромный бюджет дается, то, собственно говоря, режиссерской свободы там, в общем-то, и нету, потому что все эти огромные фильмы с огромными бюджетами, такие вот титанические фильмы типа вот этой Марвела, да, вот эти вот комиксы, боевики вот эти вот, они все стоят очень огромных денег. За этим, как правило, стоят куча людей, которые вложились в свои деньги немалые, и они, конечно же, хотят вернуть себе эти деньги с проката, да, и желательно в утроенном или, там, удесятеренном, да, эквиваленте, да, и тут тебе просто не позволят, работая с такими бюджетами, с такими деньгами, что-то там свое вносить, подобрать каких-то нравящихся или нужных тебе актеров. Они скажут, нет, мы вот знаем по опросам, что Леонард Леонардо Ди Каприо привлекает там 80% женского населения, значит, мы не будем рисковать нашими 200 миллионами долларов, мы пригласим его на главную роль, а то, что подходит он, не подходит, это, извините меня, не ваша проблема, вам сказали вот снять и все. То есть в этом плане это, наоборот, очень-очень большая зависимость, большие деньги. А если все-таки пофантазируем, представим, что вам даже не ограничено... Это мои личные деньги, да? Да, что это ваши личные деньги. Вот как бы вы тогда поступили, какой бы фильм сняли и каких актеров пригласили? На самом деле я бы никогда не вложил свои деньги в кино. Это очень рискованный бизнес. Серьезно? Да, я вас уверяю, потому что можно снять фильм за 10 тысяч, и потом он в прокате может собрать 250 миллионов, да? Ну, вот как «Ведьма из Блэр». И как пранормальное явление. Да, да. А можно вложить 250 миллионов и собрать вообще там 300 тысяч и провалиться по полной программе. А как вы понимаете, что то кино или тот спектакль, который вы, допустим, ставите, ну, та опера, да, они понравятся зрителю? Как вот это определить на начальном этапе? Я же знаю, что вы сами еще монтируете плюс свои киноленты. Ну, на самом деле все люди, они устроены одинаково. Да? За 2000 лет развития, за 6000 лет развития человеческой цивилизации человек вообще очень мало поменялся. Мы все хотим любви, мы все хотим спокойствия, да? Мы все стремимся, даже вот все цели остались такими, взаимоотношения, да, там, мать, дочь, отец, сын, жена, муж, они все остались такими же, ничего не изменилось. Соответственно, если брать, в истории присутствует такая архетипическая, скажем, ситуация, понятная всем. То есть в любом случае, да, отношения родителей и ребенок, они будут одинаковы, несмотря на культурные немножко различия, да, хоть в Японии, хоть в Англии. И все возникающие конфликты, они в принципе универсальны. И вот надо найти такой конфликт, который универсален для... Ну, аудиторий, да, который находит отклик в сердцах у аудитории, и тогда, в принципе, ты можешь рассчитывать на то, что фильм поймут, чем больше людей, тем лучше. То есть мы все, например, вот фильмы ужасов, как строятся в основном, да, мы боимся неизвестности. Да, кстати, да. Да, на самом деле нас пугают не чудовища, как таковые, да, а как бы потенциально его присутствие где-то, да. Если он вот так вот прямо вот здесь появится... Не надо вот так, пожалуйста. Ну, мы, конечно, сначала первые пять секунд немножко побоимся, да, но потом мы как-то привыкнем, да, мы увидим, что у него там три глаза, четыре ноги, и как-то вот там пасть в каком-то другом месте. Ну, не знаю, может, это вы привыкнете, я вряд ли. Нет, ну, во всяком случае, со временем даже к аду можно привыкнуть, как говорил Акутагавари Нески. А вот к неизвестности, когда ты даже не знаешь формы того, что прячется за твоей спиной, это пугает гораздо больше, и на этом и построен страх. А если совсем глубинно копать, то, скорее всего, это страх выйти из зоны комфорта. Мы очень любим вот создавать себе такую зону комфорта и жить в нем, да, то есть видим только позитив, видим только приятное нам. И всякая вот попытка изменить или либо выйти за пределы вот этого вот круга вызывает в нас страх. А это же не всегда полезно. То есть мы иногда можем застрять в этом кругу и не развиваться. А за кругом может оказаться, да, страшно, но это же потом может расширить и твои возможности. Вот, в принципе, когда я нашел вот высшие режиссерские курсы, мне было очень страшно. То есть до этого же я, ну, практически вот вся жизнь прошла в Якутске, получается, да, а после этого куда-то вот, куда-то туда, ну, Москва нулевых, сами представьте себе, да, что это такое было. И куда-то туда уехать, там как-то жить. Сотни миллионов вопросов было, да, причем еще учиться на какой-то совершенно незнакомой для меня сфере. И легче, и комфортнее, конечно, можно было остаться в Якутске. Ну да. Тем более я работал на телевидении, меня уже многие знали. И, в принципе, можно было, вот, так сказать, локально здесь жить и процветать, в принципе. Но вот время от времени оказывается полезно делать такой риск и шагнуть неизвестное. И вдруг темнота начинает приясняться, и ты открываешь для себя еще большее пространство, которое вот скрыто за темнотой. То есть для того, чтобы найти себя, иногда важно и потеряться. Да. Как только закипает, мы снимаем пену, и после этого уже можно суп посолить. Если человек, вот он сейчас сидит, да, вот нас смотрит, и он вот задается вопросом, вот я хочу снять кино. Вот с чего начать, что делать? Я вот именно с этой позиции хочу узнать. Вот что нужно сделать для того, чтобы снять хорошее кино? Ну, искренность, наверное. Человек должен быть достаточно искренний, и история должна его самого реально цеплять. Ему должно быть интересно рассказать нам самому. А пока мы готовим, предлагаю прерваться на небольшую рекламную паузу, после которой мы обязательно вернемся. Три режиссера, чьи работы вы рекомендуете посмотреть всем начинающим киноманам, так скажем? Ну, это же тоже очень индивидуально, потому что кино – это как огромный океан, и там… Вот что… Какое понимание мне дало обучение, да, на высших режиссерских курсах, что… Я тоже раньше думал, ах, там есть элитарное кино, есть массовое кино… А на самом деле кино разное нужно. И даже самое массовое кино может иметь очень хороший философский подтекст, а самое такое типа умное кино может оказаться пустышкой на самом деле, да, за такими интересными формами. Поэтому лично мне нравятся, получается, работы Стэнли Кубрика, Роберта Замекиса и Акиру Курасавы. Вот это вот режиссеры, да, которых я готов пересматривать. Причем они очень разные, у них разные приемы. Роберт Замекиса, он достаточно, ну, кассовый режиссер, все-таки «Назад в будущее», «Смерть ей к лицу», да, Стэнли перечитается таким режиссером-интеллектуалом, у него очень много таких интересных работ по форме, также «Космическая одиссея» 2001 года, «Сияние» тоже самое, да. А Курасава, он очень, он очень человеческий, там у него много сюжетов из японской истории, но ты всегда находишь в этих историях что-то свое, свое очень личное. А как вы смотрите кино? Вам все-таки мешает какой-то профессиональный взгляд? Вот просто интересно, как вот режиссер кино смотрит, собственно, кино? Ну, на самом деле, да, это часто мне задают этот вопрос, да, и говорят, ну, ты, наверное, все там видишь и анализируешь, да. Ну, вот, кстати говоря, если я сижу и анализирую, и просто вот говорю, а, вот у них здесь был кран, а вот здесь они актрису явно как-то вот так специально поставили, чтобы это было вот ей, ну, красивее выглядело, да, там, контровой свет сделали и прочее. Если я вот сижу и наблюдаю только за этим, то кино меня не зацепило, да, получается. Но когда вдруг вот возникает такой момент в кино, когда я все это забываю, полностью погружаюсь в историю и уже не обращаю внимания на все это, это вот уже и возникает. Магия кино. И тогда ты просто вот становишься обычным зрителем и наслаждаешься тем, что смотришь фильм. Последний раз это был фильм «Паразиты». Да, да, шикарный фильм. А чем, по-вашему, фестивальное кино, допустим, отличается от массового кино? Ну, фестиваль это больше, наверное, некая, как сказать, некий обзор фильмов и некое экспериментальное поле. Да, мы немножко вот, пускай морковка постоит, да, чуть-чуть буквально размягчится, а мы кабачок вот туда вот прямо в бульон вливаем. Я, конечно, что-то опять неправильно делаю, потому что сначала надо было вытащить вот эти вот филешки. Ну, можем вытащить или все-таки оставить? Нет, их сейчас мы вытащим, да. Знаете, у нас тоже вот какая-то такая, в кино я люблю, да, когда, например, начало путают с финалом, финал отвозят на начало, на середину и так далее, так далее. Вот такой нелинейный монтаж мне тоже очень нравится, да. И вот получается и на кухне у меня тоже. Иногда бывает так, что не все идет от начала к концу. Иногда можно с конца начать и перейти к началу. Да, вот теперь нам надо вот это вот все порезать тоже такими мелкими, можно и некрасивыми кубиками, потому что все равно это будет. Так, я тогда контролирую здесь морковку. А мне зелень нужно будет нарезать сейчас? Зелень для украшения. А, все, я поняла. Так, ой, мы совсем забыли же там. О, видите, уже там пирог начинает подниматься. Как оно все выглядит, красиво. Уже очень красиво выглядит, да, и запах уже пошел такой. Жалко, что телевидение пока не передает запах. Ароматы, да. Хотя, может, и к счастью, потому что телевидение иногда бывает в таких местах, что лучше… Действительно. Вот вы очень часто снимаете о Якутии. Почему для вас это так важно? Ну, потому что я больше чувствую здесь, родился здесь, поэтому я больше чувствую местную землю, культуру. И как-то было бы странно, вдруг снимать фильм, например, там, не знаю, в Рязанской области. Я ничего про это не знаю, про этих людей, как там живут, с чем они живут. Конечно, можно придумать какой-то универсальный сюжет, но это все равно будет некий, скажем… Ну вот, может, поэтому я очень люблю мистику, либо атмосферу мистики, либо что-то такое загадочное, когда вроде бы что-то рядом, а его не видно. А как, по-вашему, можно популяризировать якутское кино? Вот как это сделать? – Больше пропагандировать, наверное, да. То есть вот это же только процесс начался. Мы сами пока не знаем, куда это нас заведет. Но за процессом всегда интересно наблюдать. И такой, знаете, тоже прыжок в неизвестность. Мы пока не знаем, к чему этот прыжок приведет, но мы пока летим. И вроде бы… – Все хорошо. – Все хорошо, да. – А часто меняется процесс вообще? Вот, допустим, изначально есть одна картинка, а потом по итогу, например, вдруг получается совершенно другая. – Сплошь и рядом. И, кстати говоря, да, вот монтаж к этому и приводит. То есть вот умение монтировать, оно как раз-таки и закладывает вот такую мысль, что вот сняли кино, да, по сценарию вроде бы, да, вот все по сценарию. Вот в сценарии была такая история. Сняли этот материал. Там, конечно, во время съемок произошли еще какие-то изменения. Потому что всегда так бывает. Пришли, а там декорация не та, да, либо актер заболел, либо облачно было, да, и вместо солнечного дня был дождливый день. И в итоге, когда весь этот материал потом ложится на монтажный стол, вообще мне со временем начинаешь уже верить, что есть какой-то отдельный бог кино, который вот ты предполагаешь одно, а оно вытаскивает совсем другое. И ту историю, которую ты вроде бы про это рассказывал, потом на монтажном столе ты понимаешь, что можно совсем про другое рассказать вот этим же материалом. И это сделает фильм лучше. Вот, например, в «Моем убийце» так и было. У нас была 21 монтажная версия, абсолютно отличающаяся друг от друга от того, что вышло вот в окончательном виде в прокат, да. Но в итоге вот какая-то вот 21-я версия, она как-то вот как ребус сложилась и уже больше не захотела двигаться. То есть я и там пытался что-то поменять, но вижу, что уже все, нет, эмоции уже не так потекла. И я как-то внутренне решил, значит, вот фильм выбрал вот именно такую форму. Во всю процесс. Я готова. Да, и вот кабачки наши уже сварились. Сюда мы добавляем, получается, морковку. Тоже все вот достаточно просто, да, вот взяли, пожарили, отварили. Немножко пускай разварится. После этого добавляем филе и потом 20-процентные сливки. Вот. Теперь, да, она должна 5-10 минут, ну, по идее, должна 10 минут постоять, чтобы отделилась от стенок, но я вот не знаю, с фольгой, наверное, гораздо удобнее, да? Ну, пускай пока постоит, чуть остынет, мы займемся супом. Да, мы займемся окончательно супом, да. Вот все сварилось, скипело, да. Мы просто вот добавляем измельченное филе суп, даем ему еще чуть-чуть буквально вот постоять. Бульон у нас готов, да, основа есть. И теперь мы немножко-немножко бульона отливаем в отдельную тарелочку, да, емкость, и даем немножко остынуть, потому что мы потом смешаем его со сливками и добавим туда в крем, чтобы совсем, да, оно приобрело такой очень хороший сливочный вкус. Ну, все. И приступаем к самому интересному процессу. Вот. Погружаем блендер и начинаем его просто вот пюрировать. Все достаточно просто. Вот. Ну, все. Вот примерно вот такая консистенция должна быть у крем-супа. Я тогда сюда добавляю, да? Да. Теперь нужно вот в этот отлитый бульон добавить сливки, да. Насладиться. Ну, тут уже не все, да. Тут надо уже смотреть по количеству, да. Так. Да, стоп. Все. А, то есть вообще вот настолько мало? Ну, сейчас посмотрим, да. Мы должны получить такой цвет. Такой нежно-желтый. Да, нежно, да, как сказать. Во-во-во-во-во-во-во. И консистенция уже стала, видите, уже совсем не такая жесткая, как была, да. Цвет уже стал более однородный. Угу. Вот. Да, теперь вот от стенок просто наблюдаем, ну, смотрим, да, что от стенок оно так уже отлипло. И просто вот раз. Перевернуваем. Красота. Красота. Она, по-моему, получилась очень-очень удачной. И теперь просто вот здесь можно посыпать сахарной пудрой и вот ягодами украсить вообще всю поверхность. Посмотрите, какая же красота у нас получилась. Мы успели сделать крем-суп и такой интересный вкусный стаканчиковый пирог. Я впервые буду такое пробовать. Ну, начнем, наверное, с супа, да? Да, давайте с супа. Вкусненько. Вот я думала почему-то, что будет немножко суховато, вот учитывая, что там куриное филе, а за счет овощей... Да, оно становится очень нежным. Да, оно прям такое нежное-нежное-нежное. А сейчас... Ну и десерт. Да, ответственный момент. Предлагаю вам... Ой, ты это сотворил, да? Ты это и режешь. Внутри воздушная такая. Красотища. Да, и с такими вот теперь двумя ягодами я тебе специально нарежу. Так, ну что же, пробуем. Ммм, смотрите, какой он мягкий-мягкий-мягкий. Ммм. Легкий шоколадный вкус. Мне кажется, я украду у вас этот рецепт. Действительно, берите на заметку. Очень нежный, очень вкусный, пусть и калорийный, но перед праздниками можно, ничего страшного. Очень вкусно. И на этой вкусной ноте я прощаюсь с вами. Обязательно попробуйте приготовить то, что у нас получилось сейчас. Приятного аппетита.